Здравствуйте, уважаемые моделисты! Сегодня у нас в обзоре аппаратура Radiolink T8FB. Аппаратура уже появилась, в принципе, давно. Около года назад. И давно лежала у нас в офисе. Никогда у нее руки не доходили. Но потребовалась аппа для симулятора, и мы решили ее использовать. И она нам понравилась. На столе вы видите то, что есть в комплекте. Это кабель для прошивки и настройки. Сразу с таким свистком, который, наверное, можно использовать и для чего-то еще. Карамысло для Radiolink, для подпружинения левого стика. Это мы сейчас отложим. Восьмиканальный приемник. Важный момент с выходом S-BUS и с выходом PPM. И диск с инструкциями. Для данной аппаратуры бывает еще один вид приемников. Тут выбор приемников не богат. Либо вот такой восьмиканальный, либо вот такой тоже восьмиканальный. Но здесь только у нас выход S-BUS или PPM. Но зато компактный размер. Ноготь и вес, по-моему, порядка полутора грамм. Это, в общем, такой же форм-фактор, как приемник для AT9S. Приемник R6DSM. Такой маленький. Аппаратура. Тримера цифровые. Не такие передвижения. Это еще-таки, как на совсем дешевых аппаратурах. Двухпозиционный, трехпозиционный стик. И вот здесь две крутилочки, так сказать. Кстати, очень удобно сделано, но скопировано, в общем-то, с аппаратур DJI. И вообще, по тому, как лежит в руках, достаточно похоже. Больше здесь, как бы, ничего нет. С этой стороны у нас тренерский порт. Душка. Можно что-то привесить. Ну, и батарейный отсек. Батарейном отсеке у нас... Это не родной. Но в родном идет бокс на четыре аккумулятора. То есть, только вот такая часть, половинка. Раз, два, три, четыре. И вот так вставляется. Он у нас сейчас не в офисе. Мы его сейчас питаем от липушки. 2С. Потребление тут минимальное. Поскольку даже нет экранчика. Этой батареи хватает практически часов на десять непрерывной работы. Ну, и, соответственно, понимаем, что можно все это быстро зарядить. Сам бокс здесь не такой большой. Ну, вот, например, батарея на 1104С влазит. И все будет закрываться. Мы уже попробовали. А стандартная батарея для передатчиков, которую ставят за место вот такого бокса на восемь батареек, уже сюда не входит. Она уже получается немножко выше. И крышка не закрывается. По длине это все нормально, но по высоте она у нас не проходит немножко. Но батарейки какого-то такого плана двух-трехбаночные, даже четырех. Диапазон напряжения от 4,8 до 18 вольт. Вот здесь запитывается. Указано, где минус, где плюс. Можно что-то старое из своего. На 1300 3С влезают. 1400. Такого плана батареи сюда без проблем. Даже старенькие ваши помещают. Ну, либо 4 батарейки или аккумулятор пальчиковый. Так, что неприятно. Еще, ну, дизайн. Дело как бы на любителя, но в принципе дизайн неплох. Приемник. Давайте сейчас начнем таким образом. Как биндится. Включаем аппаратуру. Все как бы просто. Так же, как, в общем, и на радиолинке. На нем есть кнопочка вот здесь с торца. Вот у нас кнопка с торца. Подаем питание. Зажимаем кнопку. Приемник у нас моргает. Еще раз. Включаем аппаратуру. Зажимаем кнопку. Все как загорелся. Забинден. Ну, вот сейчас у нас шестой канал настроен на крутилку. Тут штуки шикарные. Очень удобные. С этого края. Данный приемник еще у нас имеет режим из баса ППМ. Переводится два коротких нажатия на кнопочку. И сейчас у нас загорится зеленый и красный. Может быть, не очень хорошо видно, но горит у нас и зеленый светодиодик, и красный. В этом режиме на первом канале у нас идет сигнал из баса, на втором канале идет сигнал ППМ. На всех остальных каналах остается обычный сигнал. С третьего по восьмой у нас остался такой же сигнал. Так. Идем дальше. Фаллсейф. Фаллсейф настраивается, но настраивается немножко сложно это делать. Настраивается это только с компьютера. Вообще, все настройки аппаратуры, задания каналов, конечные точки, реверсы, все это можно сделать, подключив аппаратуру к компьютеру. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны это как бы минус данной аппаратуры, потому что можно сделать это только подключая каждый раз. Так. Давайте, чтобы не путаться, пробежим дальше по основным функциям используя инструкцию и посмотрим, наверное, еще потом программу для настройки. Инструкция в комплекте не идет, мы просто распечатали с диском. Так. Ну, основные управления, как называются, какие элементы, VRA, переключатели SWITCH-A, SWITCH-B и крутилка VR-B. Все остальное штатно. тренингский порт, так же, как на радиолинке, в принципе, все подписано. Выход PPM сигнала, вход PPM и по кругу идет у нас минус. Так, приемник. здесь о том, что поддерживает S-BAS PPM, размеры его, вес, поддерживаем напряжение от 4,8 до 10 вольт и потребление до 25 миллиампер при 5 вольтах. Процедуру биндения я вам уже рассказывал. Калибровка аппаратуры. Да, кстати, эта нам функция понадобилась. Сейчас еще раз покажу, как делается. почему-то при подключении к симулятору первому не хотел у нас работать канал газа. Не знаю даже, с чем это было связано корректно. То есть, он как-то немножко прыгал. Калибровка. Рудер влево, включаем аппаратуру. начинает у нас моргать два индикатора. Проводим по кругу от края до края и ставим стики в центр. После этого жмем влево калибровка пройдена. Так делается калибровка. Но можно об этом прочитать еще в инструкции. Дальше у нас идет как устанавливать сервы и прочее. ПРОКабель как подключается. ПРОКабель давайте покажу на примере как подключен сейчас. то есть, вот наш свисток белый, красный, черный. Это подключение для настройки. Есть там еще подключение для перепрошивки. Оно немножко иное, но обозначено в инструкции, как при этом нужно подключить кабеля. Существует несколько версий прошивок. Сейчас у нас стоит самая обычная. Вот эта версия 105. Это стандарт самолетный, к которому большинство привыкло и знают. Есть еще версия 305. Это для мультикоптеров, но для что там за фишка. То есть, здесь каждый канал можно настроить на свой переключатель. здесь сделано следующим образом. На пятом канале сделано 6 позиций. Грубо говоря, пятый канал имеет 6 положений. Это нужно для контроллеров писах ОПМ для полетных режимов. И эти 6 положений делаются вот этими двумя стиками. То есть, стика в первом положении и здесь 3 положения получается, во втором положении и еще 3 положения. У нас пропадает один канал, но получается канал пропадает, ну просто его некуда вынести будет один из каналов, ни на какой уже переключатель, потому что у нас 2 задействовано, чтобы 6 положений использовать. Но зато 6 полетных режимов можно сделать. и еще один 505 это версия для крыла, где зашит микс миллионов. как прошить это установка программы для настройки. Ну и сейчас мы посмотрим на компьютер. Продолжение следует...